Привет-привет мои дорогие друзья! Что-то очень редко стали у нас гайды приходить примерно 1-2 штуки в неделю. Это связано с тем, что у Аркадия вновь появилась работа и с видосиками Аркадию периодически становится трудно как искать материал, так и в принципе его обрабатывать и выкладывать его для вас. Поэтому не обижайтесь, я делаю все возможное по возможности, но все равно приходите на наши стримы. На наших стримах вы можете закинуть Аркадию денежку и заказать именно тот гайд, который вы хотите. Ну а сегодня мы с вами наконец-то добрались до такого замечательного и интересного персонажа под названием Адажева. Сегодня у нас будет геймплей от Зинатека, который будет играть на Адажике ЦПшном на верхней линии. Поэтому именно ЦПшное Адажика мы сегодня и будем рассматривать. В первую очередь давайте рассмотрим его способности. Врожденный навык – волшебное обновление. Когда горящие в мистическом огне враги получают урон от любого источника, Адажева превращает 25% урона в энергию. В принципе, это как раз-таки та особенность Адажика, которая позволяет ему иметь нескончаемую ману. Но и при этом строится на этом весь геймплей. Подожженные герои, объекты, любые цели, когда получают урон, вне зависимости от источника, будь то просто сам урон от горения, будь то урон от Адажева или же от других героев, Адажев будет восстанавливать тебе энергию. 25% от нанесенного урона будет переноситься именно в энергию. Но, с другой стороны, у Адажева все заклинания стоят очень много маны. И поэтому учитесь использовать первую способность. Давайте как раз-таки к ней и перейдем. Дар огня. Адажева лечит выбранного союзника и поджигает ближайших врагов мистическим огнем. Исцеляя себя, Адажева также серьезно замедляет врагов поблизости. Мистический огонь – статусный эффект. Цель получает урон каждую секунду, а умения Адажева работают против нее эффективнее. Цель мгновенно восстанавливает часть здоровья и потом дополнительно излечивается в течение нескольких секунд. Мгновенное исцеление увеличивается на 12% от дополнительного здоровья Адажева. Если умения используются на себя, ближайшие враги замедляются на 70% в течение 0,7 секунд. Это умение сбрасывает восстановление базовой атаки. Как вы понимаете из описания, это как раз таки способность как и для саппорта Адажека, так и для дамажащего Адажека. То есть мы поджигаем цели вокруг выбранной цели. Цель сама еще подхиливается немного, если мы, конечно, цепешные. Ну а само собой, самое главное от этого эффекта то, что мы вешаем эффект мистического огня на все цели. При этом, если мы будем, как было понятно из врожденного навыка, наносить урон по этим целям, то мы будем восстанавливать себе манну. Пользуемся этим обязательно. Поэтому не обязательно, конечно же, надо поджигать самого себя. Можно поджигать союзников, точнее исцелять союзников. И за счет этого вы сможете как и наносить больше урона по горящим целям, так и ваши союзники помогут вам восстанавливать вашу энергию. Вторая способность, это уже больше как раз-таки для дамажащего Адажека, именно как для такого кеймплея, через который играем мы, через автоатаки. Оружие гнева. Усиливать несколько базовых атак дружественного героя в течение 6 секунд. Атаки будут сильнее против врагов, находящихся в мистическом огне. Атаки будут сильнее, если Адажева применит это умение на себя. Это умение сбрасывает восстановление базовой атаки. Как вы понимаете, все способности Адажева сбрасывают восстановление базовой атаки. То есть мы можем сделать автоатаку, использовать способность и сразу же наша автоатака будет восстановлена. Как раз-таки вот это волшебное оружие гнева позволяет нам наносить очень много урона в горящей цели. То есть наша основная задача по механике игры. Поджигаем врагов, кидаем на себя оружие гнева и настреливаем как можно сильнее. Если вы понимаете то, что вы не сможете нанести достаточное количество автоатак, то даем оружие гнева любому союзникам. Они все вам скажут спасибо. Ну и коронная способность Небесная Кара. Адажева создает вокруг себя огромный магический круг. После задержки в 2 секунды он наносит мощный урон всем врагам, находящимся внутри круга. Если враг при этом горел в мистическом огне, он будет оглушен. На время сотворения заклинания Адажева получает укрепленное здоровье. Ну в принципе здесь даже нечего говорить. Просто большое оглушение, большой урон. Но даже самый ленивый саппорт, обладая гарнивом, сможет заблочить оглушение от этой способности. Поэтому прокачивать мы ее не будем на максимальный уровень. Итак, давайте теперь перейдем уже к прокачке нашего героя. В первую очередь мы прокачиваем оружие гнева, но на первом уровне мы прокачиваем, конечно, мистический огонь. Мы для того, чтобы у нас был подхил. Дальше оружие гнева прокачивается вне очереди и форсируется на восьмом уровне. Это наша основная дамажащая способность, и поэтому прокачивается обязательно в первую очередь. Далее мы форсируем нашу первую способность, мистический огонь. Это позволит нам нанесить наибольшее количество урона. При форсировании ульты ничего в ней не возрастает, уменьшается только кулдаун и увеличивается урон. В принципе, оглушение остается тем же самым, но, как я вам говорил выше, какая-то вероятность, что вы сможете оглушить своих противников, достаточно стремится к нулю, поэтому вряд ли вы сможете использовать его настолько замечательно, чтобы можно было извлечь из этого какой-то профит. Давайте теперь перейдем к сборке. В настоящий момент Адажеву чаще всего играется через скорость автоатак, и, как следствие, переменный ток является кор-итемом для этого персонажа. Как следствие, понятно, что первым предметом будет собираться обязательно переменный ток. Это повышает нашу скорость атаки, это дает нашим автоатакам дополнительный урон от ЦП, и, как следствие, неплохо синергирует с нашим орузием гнева. Дальше нам нужно обязательно глаз дракона. Глаз дракона позволяет нам неплохо настакивать урон, ну и просто приятная штука. За счет того, что у нас большая скорость автоатаки, за счет переменного тока, скорость автоатак повышается, и, как следствие, настакивание кольца тоже немножечко возрастает. Есть, конечно, некоторые ограничения, но все равно достаточно неплохо. Дальше мы будем собирать миф. Миф нам необходим для того, чтобы больше пробивать своих врагов, потому что, да, больше у нас урона не будет. Мы не будем покупать ни шаттерглаза, ничего. Хотя, конечно, при желании шаттерглаз можно закупить. Мы играем через три слота, так как мы играем на топовой линии. Мы не можем уходить в вариант гиперкерри, поэтому обязательно три синих слота, два деф-слота и один ботиночек. Дальше закупаем два деф-слота в любой очередности, какой вам больше удобно. Либо же эгида-жакет, либо жакет-эгида. Собирать атлантов-наплечник на Адажу является такой себе идеей. Постолько вы не фронтлайнер, у Адажек очень мало здоровья, вы не сможете вытанчивать какое-то большое количество урона. Но в том случае, если враги любят вас пофокусить, особенно всякие милики, то, в принципе, вы можете позволить себе купить атлантов-наплечник. Но все равно я бы вам предлагал покупать жакет. Из ботинок мы берем себе лабутены. Лабутены нужны для дополнительного кудал-редакшн, дополнительного мано-регена, ну и плюс они быстрее всех восстанавливаются именно из магических ботинок. Вот такая вот сборочка, вот такая вот прокачечка. Давайте теперь посмотрим, какие вообще герои неплохо синергируются даже, какие плохо, какие вообще плохо, плохо-плохо-плохо. Как вы понимаете, Адажек это фронтлайнер, ой, фронтлайнер, хотя бы бэклайнер. То есть, если вы играете за ассасинов, то за Адажека можно будет неплохо раздамаживать. У Адаши очень сильно страдает от влетающих героев, но при этом, если необходимо кого-то замедлить, то вот, как видите, вот только что вот в этой ситуации было, то есть Адаш поджигает самого себя и пытается убежать. Но каких-то прямых эскейпов, кроме как замедления, у Адаши нет, поэтому он очень сильно страдает от вырывающихся героев. Разнообразные Ризы, Кошки, Такки, Крулы, Тони, Роны на Крит, Юли на Крит. То есть, все, что может нанести очень много бурстового урона, будет выносить Адаши. Адаши должен правильно позиционироваться, чувствовать, где он может подойти ближе, где он не может. У Адаши очень большой рейнч атаки, один из самых больших в игре. Пользуйтесь этим, и поэтому это вам поможет находиться как на лайне, вы сможете с далекого расстояния добивать крипов, так и неплохо размениваться с героями противников. То есть, не подходя особо близко к крипам, заставляя союзных крипов агриться на вражеских героев, которые, если решили с вами потрейдиться. Само собой, есть такие варианты врывающихся Адаши, которые используют ботинки, врываются в толпу героев, а особенно в 5 на 5, то есть, где видят 5 вражеских героев, поджигают всех врагов вокруг себя и начинают кастовать свою коронную способность. Не делайте так. Это очень легко читается, и враги просто, скорее всего, разбегутся по сторонам, и вас после этого спокойно зафокусят. Оружие гнева в масс-файтах лучше приберегать... Не оружие гнева, точнее, коронную способность переберегайте для самого конца. То есть, в том случае, когда, во-первых, это вам даст дополнительную выживаемость, если враги попытаются вас как-то зафокусить, плюс даст заставить либо врагов оглушиться, если уже прожмут горнила, либо же просто отступить. Очень хорошая способность, именно как для дизенгейджа. То есть, вы можете сейвить неплохо свои дополнительные бэклайны, которые находятся вместе с вами. Так как это мы играем все-таки не гиперкерри, то есть гиперкерри с Адашио собирается через 4 слота. То есть, еще один слот на урон закупается. Чаще всего шаттер, либо же какой-то подобный. Можно еще покупать ожерелье, ну и всякие подобные предметы. Но, в принципе, а даже трех предметов на урон более чем достаточно. Если же вас отправляют на центральную линию, то да, вы можете себе позволить 4 слота. Но боковые линии, в частности топовая линия, как я уже могу сказать по своему опыту, являются самой трудной линией, потому что на верхней линии чаще всего к вам будут приходить наган, клесник и саппорт, а вы чаще всего будете находиться в одиночестве. Ваша основная задача на верхней линии прожить как можно дольше, и при этом с наименьшим количеством нафидить своих врагов. Кто-то, может быть, со мной не согласен, но это тот геймплей, который я вынес для себя после многих игр. На верхнюю линию очень редко приходят лесник и саппорт. Чаще всего лесник и саппорт спускаются вниз на бот-линию. Там же, там, где находится второй гиперкерри. Давайте еще немножечко поясню по расположению всех героев на карте. Центральная линия — это гиперцпкерри, играющие персонажи в 4-5 синих слотов. На нижней линии находится ВП-шный гиперкерри, тоже 4-5 красных уже слотов. На верхней линии находятся танки, брузеры и, можно сказать, сэми-саппорты, то есть те персонажи, которые могут вытанчивать и при этом неплохо саппортят. Само собой, лесник может быть как инициатор, да, чаще всего либо же инициаторы, либо же какие-то дополнительные ассасины для вырезки тонких бэклайнов. Ну и саппорты — это саппорты, это танки хилищи, либо же хилищи, либо же бэклайнеры. К примеру, как Лорелея, Лира и подобные. Поэтому смотрите обязательно по структуре своих пиков банов, особенно в 5 на 5, особенно если вы играете в ранговые игры. Не надо ни в коем случае брать 5 милишных героев, не надо ни в коем случае брать 5 бэклайнеров. Старайтесь максимально сделать сбалансированную команду. Я понимаю то, что зачастую вам не оставляют того героя, за которого вы сильнее всего играете. Но взять еще одного лишнего бэклайнера, а не взять какого-то фронтлайнера, либо же брузера, либо же танка, то будет, можно сказать, 15-20 минут проиграно впустую. Обязательно смотрите на композиции, обязательно знайте, придумывайте в голове разнообразной компиляции героев, как вы можете взаимодействовать со своими союзниками. К примеру, Адажо, как вы понимаете, является неплохим дамагером в соло-таргет за счет своего оружия гнева. То есть Адажо вгрызается в одного персонажа и неплохо его уничтожает. Плюс у него есть неплохое оглушение. Возникает вопрос, как сделать так, чтобы Адажо смог нормально применить свое оглушение с коронной способности. Ответ очень прост. Заставить саппорта противника и других персонажей проюзать на себя гарнила. Какие другие персонажи могут заставить это сделать? К примеру, Самуэль, закинув свои ночные кошмары в толпу, заставит саппорта прожать гарнила. Финн тоже неплохо может заставить прожать саппорта гарнила, если будет использовать свои хуки. После этого команда остается беззащитна и уже вынуждена будет либо же выбегать из-под оглушения коронной способностью, либо же принимать на себя весь урон. Чаще всего, если Адажо сможет применить свое оглушение хотя бы на одном-двух персонажах противника, то это будут скорее всего киллы. Две секунды оглушения от коронной способности это очень сильно, это очень долго, вы просто не представляете насколько это долго и что можно сделать с врагом, когда он находит в таком бессознательном, можно сказать, состоянии. Оглушение Крула, насколько я знаю, при максимальном попадении на обратном пути является две с половиной секунды, но это оглушение работает только в соло-таргет, в свою очередь, оглушение Адажо, да, на роботы только на подожженных целях, но все равно можно поджить почти всю команду противника. Вот, что это, это что касается вообще компиляции и возможностей игры. А, с кем хорошо работает Адажо, как я сказал, то есть вы можете брать саппортов, либо же керри, которые могут заставить выбить Гарнива. Ну и само собой, Адажо нужны фронтлайнеры, если не будет фронтлайнеров, то Адажо будет очень быстро рассыпаться под напором других персонажей. К примеру, Вайра, Малена неплохо так могут раздамаживать бедного Адажо за счет того, что и обладают более мощным уроном в совокупности. Да, если трейдится в долгом файте, то само собой Адажо выиграет за счет того, что у него имеется исцеление. Вот это вот, видите, вот только что попытался Казинотек оглушить врагов, но Катрин просто спокойно оглушила его и не дала какой-то особой возможности сделать. Но здесь другая проблема, то есть Адажо живет, он просто божественно настакал на себе кольцо, и уже враги ничего не смогли толком сделать, просто пришлось отдаться. Плюс еще здесь подошла Грейс, которая смогла подхилить дополнительно Адажо, ну и Адажо был сам с блоками, с подхилами, то есть неплохо у него вышло поиграть. Да, вот так вот получается. почему именно Адажо на верхней линии? Как я вам говорю, на верхней линии чаще всего бывают, ну как вы находитесь на верхней линии, для врагов это бот-линия, там находятся чаще всего гиперкерри ВП-шные, разнообразные вороны, гвены, ринга и другие сейчас герои, которые ВП-шные играют, которые чаще всего играют без дефа, а даже неплохо с ними может стоять на линии за счет аутрейнджа, своими скиллами и сустейна при помощи первой способности, то, что он подхиливается. Хорошее вот оглушение, конечно же, само собой, оно было заблочено, но уже было все равно неплохо, здесь уже все враги просто подошли, это был файт 4 в 5, Вокс, против союзников где-то там гуляет снизу, но зато смогли принести две стороны, в принципе, это получается достаточно неплохой трейд. что еще вообще можно было бы рассказать про Адажеву? Адажеву неплохо стоит как и с саппортом, но в данный момент есть более прикольные саппорты, которых можно брать. Та же самая Лира, которая на него выходит из мета уже достаточно долгое количество времени, и она является большим потенциалом по отхилу, но за счет того, что Адажеву больше хилит цель, то есть как бы Адажеву можно сказать больше может засейвить именно одиночную цель. Но с другой стороны есть такой более простой персонаж, который более хорошо сейвит цели, это Ордан. Божественный Ордан, это божественный соло таргет сейвер, плюс еще обладающий неплохим контролем при помощи коронной способности. Да. Вот видите, за счет того, что четыре персонажа были убиты, противники сразу же бегут выпускать двух драконов, черного когти сразу же выпускают, пытаются еще выпустить бледнокрыло, но Адажеву подошел и запретил делать это врагам, плюс еще союзники неплохо так размениваются в меньшинстве, то есть три в пять у них файт идет по драконам, но дракон уже их неплохо так раздамажил, и поэтому в принципе союзникам надо было только их добить. В принципе чем они и пользуются, добивают последнего саппорта, но кое-кто убивается об щит Катрин, да, никогда не бейте Катрин в щит, это просто больно, особенно если вы гиперкерри, были парочка у меня каточек, когда я тоже неплохо так убивал своих врагов через щит, да, ну вот подходит к концу каточка, как вам такой гайдик на Адажеву, понравилось или нет? Возможно вы хотите услышать, увидеть гайд на своего персонажа любимого, обязательно пишите свои пожелания в комментариях, я их всех читаю, да, я не всегда могу исполнить ваши пожелания, но в любом случае я их прочитаю и приму к сведению, всем большое спасибо ребята за просмотр, обязательно приходите на наши стримы, я вас всех люблю, пока-пока.